Здравствуйте! Вы смотрите новости Белорецка на телеканале ЮТВ. С вами Альбина Закирова. Пришло время узнать, что нового интересного произошло в Белорецком районе за минувшую неделю. Итак, смотрите в этом выпуске. В Белорецком районе снимут фильм Батыр. Праздник молодежи рода Катай состоится в Серменево. Волонтеры спасают лес от пожара. Получил поражение легких 92% и выжил. История белоречанина Александра Аверьянова. В Белорецком районе прошел ультрамарафон Маледак. Среди победителей есть и жители нашего города. Начнем выпуск с коротких новостей. Школы и детсады Белорецкого района готовят к новому учебному году. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал глава района Андрей Иванюта. В школе номер 18 отремонтировали крышу над спортзалом и столовой. Ремонт кровли проводят в детских садах в Узяне и Луилге. Осталось установить снегозадержатели и сливы для воды. В школе номер 10 полностью обновляют систему электроснабжения. В 13-й меняют деревянные оконные рамы на пластиковые. Здесь также будет сделан капитальный ремонт кровли, пищеблока и входных групп. В 20-й школе установили новую пожарную сигнализацию и систему оповещения. Провели текущий ремонт пожарной сигнализации и в школе номер 3. Во Взянской школе по региональному проекту «Успех каждого ребенка» завершается капитальный ремонт спортзала. В Белорецком районе снимут фильм. Рабочее название Батыр. Картину начали снимать 15 августа в Уфе. Сейчас съемочная группа работает в Архангельском районе, а 28 августа приедет в Белорецкий район. В основе сюжета башкирский эпос, который рассказывает о гуманном отношении людей к природе и друг другу. В создании фильма принимают участие школьники и студенты из Башкирии. Они стали и сопродюсерами фильма, собрали макулатуру. Таково условие организаторов. Покажет картину во время классных часов в школах России, Белоруссии и Донбасса, а также в русских школах за рубежом. Праздник молодежи рода Катай состоится в Терменево. Это будет юбилейный 10-й этнофорум. В программе конкурса «Спортивное состязание» – турнир по стрельбе из традиционного лука, концерт известных артистов республики и участников художественной самодеятельности учреждения культуры Белорецкого района. Мероприятие начнется в 12 часов дня. На праздник допустят гостей при наличии сертификата о прививке, отрицательном ПЦР-тесте и медотводе. В Башкирии продолжают бушевать пожары. Огонь полыхает в семи районах республики, в том числе и в Белорецком. Зачастую тушение лесных пожаров не обходится без помощи волонтеров. О них мы расскажем в первом сюжете. На этом видео Дина Себогатова и Евгения Терентьева. Они тренеры фитнес-клуба. С коллегами они активно участвуют в общественной жизни района. Вот и в этот раз они не остались в стороне и записали среды волонтеров. Автор этого видео, Юлия Дарвина, написала на своей странице в Инстаграме «Страшно, что лес горит. Берегите, пожалуйста, природу». Мы отдыхали в выходные дни, на речке были, купались. Поступил звонок, что пожар. Мы услышали, что пожар. Нужно спасать лес, животные, природа. Из-за этого вот побежали за пожар. Мы изначально поехали на Банны, рядом с горным ущельем территория. Приехав туда, нам сказали, что очаг локализован и, в общем-то, мы там не сильно нужны. Но сильно нужна помощь в Шигаево, в районе горы Крака. Поэтому мы сразу поехали туда. Тушение лесного пожара – тяжелый труд. Восемь сотрудников МЧС по Белорецкому району работают в 15 километрах от Молдокаева. По данным наутры четверга, там горит 7 гектаров леса. Пожар не локализован. Еще 60 человек и 16 единиц техники тушат пожар в 10 километрах от села Верхнеоршинский. Там огнем охвачено 102 гектара. Ситуацию усугубляет жаркая погода, труднодоступность местности и дым. Сложно, потому что много дыма, горячо. И поначалу, это кажется, такого, конечно, открытого огня много не было, было много дыма. Такой вроде бы небольшой пятак горит, но дышать нечем. Сложно. Совместными усилиями сотрудников МЧС, добровольцев и местных жителей пожар на хребте Крака удалось локализовать за полтора часа. Сейчас место возгорания контролируют местные жители. Так из-за сухой и жаркой погоды огонь может возникнуть вновь. Мы тушим, а снизу опять начал гореть. Почти неделю тушат пожар в районе хребтов Осиновый и Инзерские зубчатки Белорецкого района. Туда на днях направили дополнительную группу спасателей, пожарных, волонтеров, лесничих и сотрудников лесопромышленной компании «Селена». По предварительным данным, площадь возгорания более 30 гектаров. Опасности населенным пунктам нет. Полагаю, что каждому из нас нужно помогать. Наш лес – это наше богатство, это наш воздух. И все едут сюда именно из-за того, что здесь очень свежий воздух. Поэтому, я думаю, все, кто свободен и кто может, ребята, помогайте. В ближайшие дни в Белорецком районе сохранится жаркая, сухая погода. По прогнозам синоптиков, дождь спадет только через неделю. Пока вся надежда на людей. В ежедневной Белорецкой больнице компьютерную томографию легких проводят 50 пациентам. Однако, их количество намного меньше, чем заболевших ковидом. Аппарат не в состоянии провести КТ всем желающим. Сейчас процедуру проводят только тем, у кого несколько дней держат температуру выше 38 градусов и уровень насыщения крови кислородом ниже 94%. Кроме белоречан, кабинет компьютерной томографии принимает клиентов из Межгория, Обзелиловского и Бурзянского районов. Получил поражение легких 92% и выжил. Александр Аверьянов перенес тяжелую форму коронавируса. Восстанавливается уже три месяца. Врачи сказали, будете двигаться, будете жить нормально. Мы отправились на прогулку с белоречанином и узнали его историю. Пришел с работы. Небольшая температура. Ну, полежал чуть-чуть. Температура через два часа уже 38,5. Выпил лекарства жаропонижающие. Хуже, 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 хуже. Пошел на прием к врачам. И меня сразу в больницу как бы вывезли в ковидный госпиталь. Ну и там приковали к постели. Болезнь проходила, скажи, тяжело. Очень тяжело. Начинается отдышка. Начали кислород. Без кислорода никуда. Так и был привязан к кислороду. Снимаешь кислородную маску, синеешь, задыхаешься. Все, уже не хватает. Опять начинаешь одевать. И вся вот эта эпопея полтора месяца на кислородной маске была. Все. Даже выписался из больницы. Пришлось купить кислородный аппарат. И дома был на кислороде. Дышал, наверное, недели две. И днем и ночью спишь прям с маской. Ну, потом потихоньку стал ходить по комнате. Ну, и легкие потихоньку-потихоньку стали разрабатываться. Приходится применять еще и вот эти новшества, которые, ну, необходимые для меня, допустим, были, чтобы знать, сколько у тебя кислорода, чтобы не задохнуться где-то, как бы организм не страдал без кислорода. Сейчас уже после выписки три месяца. Я вот три месяца, ну, как получеловек ходишь. Только вот хватает сил походить, а на все остальное сил-то не хватает, потому что болезнь съедает человека очень сильно. Ну, там я за полтора месяца, в общем, 13 килограмм потерял веса. Это надо же. Вот как вот. Потому что на привязи, на кислороде постоянно не отходишь от этого кислорода, привязан трубочкой. А врачам, кто лечил, конечно, огромное спасибо. Потому что так вот все человек вытаскивают людей из таких болезней. Это профессионализм врача. И надеешься, смотришь, ребята ходят в масках, все таких думаешь, ну, как-то они ходят еще и с больными разговаривают ведь с каждым. Сидишь там, допустим, пьешь чаек, они говорят, о, все, на выздоровление пошло, молодцы, хорошо. Такое душевное какое-то отношение. Я уже не хочу так болеть. Это серьезно. Когда 92 процента и ты лежишь. Мне не говорили, что у меня такое поражение. Потому что что скажи-ка 92 процента. Любой человек это воспримет, что все. А я люблю жить. 14 августа сильнейшие спортсмены со всей России и из зарубежья приехали в Белорецкий район, чтобы принять участие в горном марафоне Маледак Ультра. В забеге приняли участие и белорецкие спортсмены. Преодоление трудностей, эмоций и радость победы в нашем сюжете. Я из города Уфа. Я из города Артемовской Свердловской области. Я приехал из города Я приехала на Маледак очень из далекого сибирского города Омск. Я приехал из Свердловской области, из города Касадуринска. Ежегодно Маледак Ультра привлекает сотни любителей экстремальных ощущений и беговых гонок. Это не только фестиваль, где можно активно провести время, но и пять захватывающих трасс для атлетов от начального до профессионального уровня. Я думаю, что это нужно всем, потому что у нас происходит популяризация здорового образа жизни, отдыха семьей, семейные ценности, ценности здоровья. Этот фестиваль семейный. Сюда может приехать абсолютно любой желающий, может один может с семьей. Маледак Ультра – это несколько маршрутов для спортсменов разного уровня, самый сложный из которых – Ультра Хард. Его протяженность – 100 километров. Не обошлось и без башкирского колорита. Кумысная миля – это четыре круга по 400 метров. Перед каждым нужно выпить целый стакан традиционного башкирского напитка. Здесь на весь день было развлечение для детей. Можно было оставить детей под присмотром педагогов. Всякие игры, развлечения, игровые площадки. Были дистанции для спортсменов от 5 километров до 100. Были дистанции по скандинавской ходьбе на 5 и 10 километров. Поэтому на любой вкус, на любую дистанцию можно было приехать, подобрать себе увлечение и провести очень хорошее время. Белоречанка Вера Сухова начала заниматься бегом два года назад. На марафоне Маледак участвует впервые. Вместе с командой единомышленников «Факел» она тренируется практически каждый день. Я в детстве вообще не бегала. Когда была маленькая, мы приехали в 21-ю школу на соревнованиях, я прибежала последняя. И, видимо, отпечаток какой-то остался. А во взрослом уже просто движение помогает как-то развиваться. И вообще, мы как любители, вообще для нас каждый забег – это праздник. Вот. И посмотреть на людей, на профессионалов, почувствовать этот адреналин, пробежать вместе просто это, ну, дорогого стоит. Поэтому мы хотели уже давно, зарегистрировались, и вот волнуемся с каждым днем, ждем этого старта. Ну, как и все остальные. Вера пробежала дистанцию 25 километров и заняла первое место. Вот что об этом она написала на своей странице. Когда на 18-м километре ПП сообщили, что иду первая, не поверила. Пока на спуске со второй горы Малиновая 50-й человек не подтвердил. И в мыслях один голос. Лишь бы никто не догнал из девочек. На первой горе обогнала трех. Последнюю на самом пике горы Кирель. И полетела вниз. И гонка в голове, сосредоточенность, разговор с самой собой, работа и еще раз работа. Я вырвала этот кусок победы каждодневным трудом. В этом году Маледакс заявил себя как международный марафон. География участников расширилась. И в событии участвовали представители из разных стран. Клод Эксброяд приехал на Маледак из Франции. Он до сих пор не может прийти в себя после огромного количества впечатлений от природы и организации марафона. Впечатления, во-первых, потрясающие, а во-вторых, я очень устал. Это великолепно, потому что там замечательные люди, дружелюбная атмосфера, отдых, красивый пейзаж, прекрасная организация и такая усталость. Несколько дней спустя мои ноги все еще болят. Это действительно фантастический опыт. Не обошлось и без курьезных ситуаций. Организаторам пришлось по несколько раз проходить маршрут для прокладки трассы. У нас происходит разметка. Мы за неделю до самого старта проходим весь маршрут, там 100 километров, и развешиваем разметку по трассе. Но, соответственно, есть у нас люди, которые следят за экологией и снимают эту разметку. Приходилось повторно до старта заново все размечать, тратить вот это свое время. Несмотря на сложности в преодолении маршрута, участники остались довольны и поделились эмоциями от забега. Отлично, супер! Мне кажется, эмоции на финише самые разные. Сменяются на больше никогда. Но хочу еще на финише. Ура, я молодец! Здесь очень прекрасно. Моледак, суперская организация, мероприятие понравилось. Я пробежал 26 километров, получил заветную медальку. Очень сложная трасса, но очень классная. Нереально красивая, очень технически сложная, с элементами скалолазания. Это вообще было нереально круто. В следующем году организаторы марафона «Моледак Ультра» обещают еще больше драйва и нереальных впечатлений. Будущие новшества они пока держат в секрете. На сегодня это все. Я благодарю вас за внимание. Смотрите новости Белорецкого района каждую пятницу в 20 часов. А также подписывайтесь на нашу страничку в инстаграм «ЮТВ Белорецк». Будьте с нами, будьте в курсе всех событий нашего города. До новых встреч! До новых встреч! Пока!